МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На едином портале интерактивных государственных услуг размещен проект постановления главы государства о мерах по реализации национальных целей устойчивого развития. В соответствии с ним до 2030 года планируется удвоить показатели волового внутреннего продукта на душу населения. Разработанный документ полностью соответствует стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития нашей страны в 2017-21 годах и является целевым ориентиром реализуемых мер по совершенствованию государственного и общественного строительства, защите прав человека, либерализации экономики, обеспечению экологической устойчивости, а также повышению качества и уровня жизни людей. Здравствуйте! В эфире итоговая аналитическая программа «Тахли Нома». Вначале об основных событиях недели. 29 мая президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание, посвященное вопросам экспорта и импорта, обеспечения дополнительных поступлений в местный бюджет, а также актуальным задачам, связанным с проведением важных мероприятий по уборке зерна, выращиванию повторных культур и рациональному использованию воды. Отмечая позитивные результаты предпринятых мер, глава государства вместе с тем подчеркнул, что они намного ниже имеющихся возможностей и потенциала. К сожалению, руководители некоторых отраслей регионов не в полной мере ощущают свою ответственность в данном вопросе, и в итоге резервы по увеличению объемов экспорта задействованы не полностью. Подчеркивалось, в этом году осадка в стране выпала относительно немного, вследствие чего в большинстве регионов возникла нехватка воды, что требует ее более рационального использования. На совещании принято решение об объявлении в стране с 1 июня по 1 июля ударного месячника по формированию гарантированного урожая хлопчатника. Также обсужден такой важный вопрос, как обеспечение проведения предстоящей зерноуборочной кампании в сжатой сроке и без потерь. На совещании было критически проанализировано состояние работы по привлечению дополнительных доходов бюджета регионов. Особо подчеркнуто, что во всех отраслях и регионах укрепление исполнительской дисциплины, повышение ответственности и эффективности деятельности руководителя остаются важнейшей задачей. 30 мая глава государства принял генерального директора Государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексея Лихачева. В ходе беседы подробно рассматривались вопросы развития и углубления долгосрочных партнерских связей в сфере науки и высоких технологий, реализация перспективных проектов, налаживание тесного взаимодействия между научно-исследовательскими институтами и инновационными центрами двух стран в подчеркнутую важность организации системной работы по подготовке высокооквалифицированных специалистов в рамках совместных программ и проектов. 29 мая руководитель страны подписал постановление о дополнительных мерах по повышению эффективности оказания механизированных и сервисных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям. В соответствии с документом одобрено предложение о выходе с 1 июля 2018 года УЗАгросервис из организации структуры УЗАгротехсона от Холдинг. Определены задачи вновь образованной структуры. Также постановлением с 1 ноября текущего года будет проводиться эксперимент по выбору наиболее эффективной формы управления машинно-тракторными парками путем реализации субъектом предпринимательства 26 машинно-тракторных парков УЗАгросервис при образовании трех машинно-тракторных парков в государственные унитарные предприятия. 30 мая за подписью президента вышло постановление о мерах по созданию современной системы отбора на конкурсной основе перспективных управленческих кадров. На базе документа предусмотрено проведение раз в три года республиканского конкурса по отбору перспективных управленческих кадров «Тараки-Йод». Определено, что в конкурсе могут принимать участие граждане Республики Узбекистан в возрасте от 30 до 45 лет включительно, имеющие базовое высшее образование и не менее трех лет опыта работы на руководящей должности в соответствующей сфере. Победители пройдут обучение на трехмесячных курсах по президентской программе подготовки управленческих кадров и будут назначаться на руководящие должности в государственных организациях по соответствующим направлениям. 31 мая президент Узбекистана подписал постановление о мерах по кардинальному совершенствованию порядка предоставления льгот и преференций. Оно направлено на формирование на рынке здоровой конкурентной среды и создание равных условий для ведения бизнеса, всемерную поддержку развития активного предпринимательства, обеспечение реализации принципов добросовестной конкуренции. Документом устанавливается порядок предоставления налоговых и таможенных льгот и преференций в целом для отраслей, сферы деятельности, территорий, а также временных и индивидуальных льгот. 31 мая вышло распоряжение президента Узбекистана о мерах по изданию книги Альбома, посвященного достойному вкладу народа Узбекистана в победу над фашизмом во Второй мировой войне. Предусмотренные в нем меры, призванные раскрыть на основе исторических документов достойный вклад Узбекистана в победу во Второй мировой войне, увековечить имена соотечественников, участвовавших в борьбе против фашизма, воспитывать молодое поколение на примере подвигов отцов и дедов. Для подготовки и издания книги Альбома утвержден состав Организационного комитета, определены его задачи. 1 июня глава государства подписал постановление о мерах по дальнейшему развитию рынка оценочных услуг. Оно предусматривает такие меры, как отмена лицензирования оценочной деятельности и требование к минимальному размеру установок капитала оценочных организаций, введение процедуры аккредитации оценочных организаций в Центре по аккредитации при Национальном агентстве проектного управления при Президенте Республики Узбекистан. Также предусмотрена организация с 1 июля 2018 года в Научно-образовательном центре Корпоративного управления специальных курсов подготовки, переподготовки и повышения квалификации оценщиков с выдачей квалификационного сертификата. Постановлением определены и другие меры по совершенствованию рынка оценочных услуг. 1 июня президент Шавкат Мерзиёев ознакомился с созидательной работой и осуществлением крупных проектов в Ташкенте. Глава государства посетила строящийся аэропорт для бизнес-авиации на базе аэродрома Ташкент-Восточный. Первый этап данного проекта намечено завершить к 2020 году. Руководитель страны ознакомился с проектом современной трехуровневой развязки, возводимой на пересечении улиц Махтум-Кули и Ахангаран. Шавкат Мерзиёев дал необходимые указания по обеспечению качественного строительства развязки, размещению коммуникационных сетей с учетом современных технологий. Глава государства побывал также на строительстве многофункционального ледового дворца «Хумо-Арена» на пересечении улиц Афросиапа и Бешагач Челанзарского района, Международного делового центра Ташкент-Сити, возводимого на площади 80 гектаров, знакомился с процессом возведения путепровода на пересечении улиц Бунеткор и Чапаната. В этот же день руководитель страны ознакомился с работами по благоустройству Махалей в рамках разрабатываемой программы «Обот Махаля». Актуальные вопросы развития столицы рассматривались на совещании с участием хакимов города Ташкента и районов столицы ответственных руководителей. В первый день лета президент нашей страны Шавкат Мерзиоев ознакомился с ходом реализации инфраструктурных проектов столицы. Отличаются новые объекты не только масштабами строительства, но и архитектурным исполнением. Они сочетают в себе лучший международный опыт и неповторимые исторические оттенки мегаполиса. Ташкент не просто преображается, он примеряет совершенно иной наряд, обретает свой оригинальный имидж. Подобные поездки руководители страны по столицам они преследуют две очень важные цели. Да, сегодня Ташкент – это мегаполис, где реализуется немало масштабных и, как бы высокопарно это ни звучало, уникальных проектов. Все они в конечном итоге ориентированы на создание максимально комфортных жизненных условий. И второй ориентир – изучить на месте то, как реализуются на местах, поставленные руководителем страны задачи, ответственными руководителями. По всем этим направлениям были расставлены акценты президентам на уходящей неделе. Аэропорт бизнес-авиации на базе аэродрома «Ташкент-Восточный» – один из подобных проектов. Это абсолютно новая система, которая будет специализироваться на индивидуальных и корпоративных перевозках, а также оказании сопутствующих услуг. Проект будет играть большую роль в экспорте продукции представителей узбекских и зарубежных деловых кругов, поиски и активизации бизнес-партнеров и контактов. Он станет примером оказания образцовых, качественных услуг и сервиса, обеспечения встречи проводов гостей и официальных делегаций на высоком уровне, повышения транзитного и транспортного потенциала республики, развития внешней торговли. Напомним, 2 декабря 2017 года, знакомясь с ходом работ, проводимых на аэродроме в Кибрайском районе, глава государства дал указание и поручение по доработке объектов, которые будут построены в аэропорту. В настоящее время здесь на 600 гектарах земельной площади начаты работы по проектированию и общие строительные. Проект будет реализован в два этапа. На первом намечено построить взлетно-посадочную полосу длиной 4 километра и шириной 75 метров, а также терминал пропускной способностью 250 пассажиров в час. На втором предусмотрено строительство объектов дополнительной инфраструктуры и гостиничного комплекса. Уже начата работа по расчистке и подготовке территории. Тут же ведется возведение современного вертолетного ангара. Перрон аэропорта сможет одновременно принимать и отправлять до 20 самолетов. Здесь будут созданы все условия для приема и обслуживания крупных грузовых лайнеров. Общая стоимость проекта составляет 140 миллионов долларов. Знакомясь с тем, как идет рабочий процесс, руководитель страны отметил, что необходимо реанимировать деловую авиацию. Данный аэропорт должен соответствовать всем международным стандартам. И при его строительстве важно не торопиться, думая прежде всего о качестве и безопасности. Здание для приема иностранных гостей должно отражать нашу национальную культуру гостеприимства. Пусть при виде его поднимается настроение у спускающихся с трапа самолета. А для этого необходимо создать удобство для гостей и деловых людей, сказал Шавкат Мерзиёев. Для решения сопутствующих задач уместно открыть совместный проектный институт, привлечь к работе квалифицированных специалистов из развитых зарубежных стран. Кроме того, глава государства отметил необходимость использования больше теплых цветов при строительстве. Среди озвученных поручений пересмотреть проект воздушной гавани, применить принципиально новое архитектурное решение с широким участием молодых проектировщиков, проведя среди них конкурс и выбрав наиболее оптимальное решение. Аэропорт должен быть зелёным. Посмотрите на воздушные гавани Европы. Они именно такие. И наш должен быть благоустроенным, озеленённым, быть показательным и в последующие годы. Важно продумать вопросы геологии, не допустить близости грунтовых вод. Это очень важный аспект. На протяжении многих лет что подтачивает бетон? Только вода. Даже небольшой её объём может нанести вред. Мы не зря с нуля строим этот объект. Для того, чтобы люди вспомнили в будущем и сказали. Это строили наши деды. Со знанием дела. До наших дней сохранились архитектурные памятники, минореты в Самарканде. Почему? Потому что наши предки, они детально подходили к работе. Новая воздушная гавань необходима в первую очередь для деловых людей, знающих цену времени. Уважаемый президент обратил внимание на каждую деталь. И он дал свои поручения. По взлётным посадочным положениям и по стоянке самолётов дал задание, чтобы мы воспользовались опытом ведущих специалистов, ведущих стран. Японии, Германии. С сегодняшнего дня начать задуматься о благоустройстве, об озеленении, о поливе всех растений. То есть очень чётко подобрать любые виды деревьев, любые виды растений, когда самолёт будет спускаться, можно было сверху увидеть очень красивую территорию. Обсуждая вопросы строительства аэропорта, наш президент особо подчеркнул о необходимости создания у нас в Ташкенте двух научно-исследовательских институтов по строительству автомобильных дорог и по строительству зданий и сооружений. Он дал поручение, чтобы полностью переработать предложенный нами проект орнамента и архитектуры основного терминала. Проект планируется завершить до 2020 года. К тому времени аэропорт уже начнёт принимать самолёты и оказывать услуги пассажирам. И вот следующий адрес. Впервые в истории нашей страны началось строительство трёхуровневой транспортной развязки. Она находится на пересечении Ахангаранского шоссе с улицей Махтумкули. Первый уровень соединит шоссе и улицу Паркенскую. Второй будет отведён под круговое движение, а третий напрямую свяжет улицу Махтумкули и кольцевую дорогу. Общая протяжённость первого пропускного пути составляет 502 метра. Длина второго – 593. Также спроектирована дорога для транспортировки самолётов. Развязочный путь составит 29 метров. Строительные работы уже начались с ходом, ознакомили главу государства. Президент рекомендовал разгружать пути, чтобы во время строительства не возникало транспортных заторов. Поскольку это место подчеркнул глава государства важная городская артерия, особенно в летнее время. Также необходимо обеспечить и безопасность сооружений. Отдавать предпочтение лёгким конструкциям. Применять новые подходы к освещению. Обращаться к цветовой гамме тёплых оттенков. Пусть этот объект станет визитной карточкой Ташкента. Подчеркнул руководитель страны. Президент рекомендовал обратить максимальное внимание для создания удобства населению и водителям. То есть применить новые технологии по освещенности улиц, чтобы все эти были расчётные и максимально снизить дорожными знаками. И применить новые композиционные материалы, которые мы уже начали применять. То есть здесь будут применены массовые новые конструкции. Здесь же представили главе государства и проектный вариант строительства и реконструкции автомобильной дороги протяжённостью 24 километра, проходящей через Кебрайский и Юкоречерчикский районы Ташкентской области. Первый этап строительства новой трассы с выходом из города, от Паркенского района до Рахата, в сторону Хаджикента и Червакского водохранилища уже начался. Возведение этой дороги сократит протяжённость пути почти на 22 километра. В то же время разгрузится перекрёсток в районе Рахата. Ещё одна приятная новость для жителей и гостей столицы. С момента введения в эксплуатацию трассы от центра города до Червака и зон отдыха, которые находятся на окраине, можно будет доехать примерно за 40 минут. Кстати, сегодня время пути занимает около двух часов. В рамках проекта к сентябрю месяцу уже будет сдан в эксплуатацию автодорожный мост через реку Черчик в Кебрайском районе. Сегодня наша главная цель для благоустройства Червакской и Чемьонской зон – подготовить соответствующую инфраструктуру. Почему туда не едут инвесторы? Нет дорог. Теперь путь сократится на 22 километра. Люди должны знать, почему мы уделяем этому вопросу столько внимания. Были пробки. До настоящего времени к этим зонам не было удобной дороги. Теперь будет большая транспортная артерия. Это одно направление. Второе, очень важное, это то, что впервые в условиях Узбекистана мы строим трехуровневый мост. Это в условиях нашей страны эксперимент, но научно обоснованный и обозначенный на анализ движения транспортных потоков. Таким образом, для разгрузки дорог Ташкента мы осуществляем очень важное мероприятие. Ознакомили главу государства с предварительной схемой комплексного развития метрополитена города Ташкента. Отметим, что протяженность существующей ветки составляет 36 километров. Строящегося метрополитена – 10. Проектные подземные ветки – 17 километров. Проектные ветки метрополитена на эстакаде – 94 километра. Проектные станции – 74, в том числе 17 пересадочных. А общая проектная протяженность составляет 157 километров. Строительные работы планируют реализовать в 10 этапов до 2025 года. В первую очередь запуска – это от станции «Дослик» до 50 лет, как мы называем, перекрестка Тузель. Это два перегона и три станции. Это ориентировочная в ноябре или до конца года будет сделана эксплуатация. Это первая очередь для того, чтобы экспериментировать и открыть пассажирское движение. Чтобы люди привыкли к движению подназемного метро. Ознакомившись с комплексным развитием метрополитена столицы, глава государства поручил создать удобные прогулочные зоны под надземными конструкциями метро с озеленением и обязательно велосипедными дорожками. Чтобы и Аксакалы, и молодежь могли ездить здесь на экологически чистом транспорте. Были даны и другие рекомендации по представленным проектам. 90 тысяч квадратных метров – это территория строительства еще одного крупного объекта. Многофункционального ледового дворца – Хумо-Арена. Не имеющего, как отмечают специалисты, аналогов во всем Центрально-Азиатском регионе. Напомним, первый символический камень строительства заложил лично президент. Проект разрабатывался совместно с южнокорейскими партнерами. Сейчас его воплощают жизнь более двух тысяч специалистов. Задействованы сотни единиц техники. С темпами и деталями реализации ознакомился президент. Главе государства представили проектное решение сооружения функциональной возможности комплекса. Руководитель страны подчеркнул, что при возведении арены важно продумать все так, чтобы в конечном итоге она стала своеобразным трансформером. То есть могла бы использоваться не только для хоккея, керлинга, занятий фигурным катанием, шорт-треком. Но и при необходимости ее можно было использовать как спортивную площадку для соревнований по волейболу, баскетболу, футзалу, восточным единоборствам и другим дисциплинам. При эксплуатации комплекса будут использоваться автоматизированные инженерные противопожарные системы, средства освещения, вентиляции, кондиционирования и отопления на основе энергосберегающих технологий. Комплекс предусмотрен для проведения спортивных мероприятий в первую очередь на 12,5 тысяч человек. В соответствии с поручениями уважаемого президента, мы очень в короткие сроки должны будем адаптировать этот комплекс для проведения не только зимних видов спорта на льду, но и для проведения максимального количества видов соревнований и турниров, которые проводятся в залах закрытого типа. Этот комплекс может претендовать к проведению любого рода турниров, мероприятий международных масштабов. Кроме этого, поставлена задача предусмотреть возможность проведения культурно-массовых мероприятий, концертов в данном сооружении с вместимостью зрителей не менее 10 тысяч человек. До конца следующей недели мы окончаем металлоконструкции. Около 14-15 числа, месяца июня, мы начинаем монтаж крышей. Балки уже находятся здесь. Мы приводим сейчас эти балки из нашего склада. И тоже у нас находится 60-тоновый кран, который сейчас монтируется для этого. А начинаем для графика, план графика с монтажем. Этот зимний дворец, скажу, на очень высоком уровне. После завершения строительства это, по сути, будет мини-городок со всей надлежащей инфраструктурой. Автомобильная парковка на полторы тысячи машин, зеленая зона, детская площадка, фонтаны, объекты общепита и многое другое. Сама же арена возводится по новейшим технологиям, которые соответствуют стандартам НХЛ и КХЛ. По словам президента, строительство ледового комплекса даст толчок развитию целому ряду спортивных дисциплин. Таких как хоккей, фигурное катание, конкобежный спорт. То есть те направления, которые долгие годы у нас находились в забвении. Глава государства уже в ближайшее время поручил создать хоккейную команду и коллективы по другим упомянутым видам спорта. Нужно позаботиться, сказал Шавкат Мерзиёев, и о производстве необходимого инвентаря и амуниции, создать соответствующие предприятия. Пусть это будут СП, которые смогут обеспечивать занимающихся качественной экипировкой и спортивными снарядами. В нынешнее стремительно меняющееся время, когда современные технологии все активнее входят в нашу жизнь, кардинальные изменения претерпевает и сфера градостроительства, в которой внедряются инновационные проекты и концепции. В развитых государствах такие подходы известны как «Города будущего». Международный деловой центр «Ташкент-Сити», возводимый на 80 гектарах между улицами Алишера-Наваи, Алмазар, Ислама Каримова и Фурката, станет одним из таких современных городов будущего. В соответствии с проектом здесь будут построены бизнес-центры, торговые комплексы, гостиницы, офисы, конгресс-холл, выставочные залы, многоэтажные современные дома, социальные и другие объекты. В этих целях, напомним, принято постановление Кабинета министров о мерах по улучшению архитектурного оплика и благоустройства. в центральной части города Ташкента, а также созданию надлежащих условий для населения и гостей столицы от 28 июля 2017 года. В соответствии с этим документом образована дирекция при Кабинете министров по строительству и эксплуатации объектов на территории Международного делового центра «Ташкент-Сити». В настоящее время здесь ускоренными темпами идет строительство. Напомним, возводимый конгресс-холл предназначен для проведения международных мероприятий высокого уровня. К настоящему времени зарубежными строителями и инженерами на основе новейших технологий ведется закладка фундамента. Сваи диаметром 1000 миллиметров, вбитые на глубину 37 метров, позволят обеспечить надежность конструкции. Здесь уже выполнено 42 тысячи кубических метров земляных работ. Привлечено 64 единицы высокопроизводительной техники. Работают свыше 1250 специалистов. 20-этажная пятизвездочная гостиница воплотит в себе самые современные удобства и комфорты. В ней будут обустроены залы для проведения престижных конференций, рестораны, салоны, бассейны. Оба здания будут соединены специальным мостом. Реализация данного масштабного проекта, напомним, под личным контролем президента. Глава государства побывал на строительной площадке объекта, который, как звучало не раз, должен полностью отразить себе весь потенциал Узбекистана. Развивающегося высокими темпами. Подробно информировали президента о проделанной работе. По каждому лоту их семь. То есть семь строительных площадок. На первом лоте у нас находятся современные жилые дома. И на втором лоте тоже. А на третьем лоте у нас будет находиться большой торговый центр площадью 80 тысяч квадратных метров. Четвертый у нас лот – это будет многофункциональное здание, в котором будут находиться рестораны, магазины, жилые апартаменты. На пятом лоте, в котором мы сейчас находимся, здесь будет конгресс-холл для встречи высокого уровня гостей. И у нас рядом находится шестой лот, где будет бизнес-здание, четыре здания, которые будет строить корейская компания «Буми». Седьмой лот у нас будет бульвар, и там будут магазины, рестораны. Все будет гармонично сочетаться, и архитектура, и дизайн. То есть будет создана уникальная среда для людей. И у нас посередине будет огромный парк, который будет, несомненно, притягивать горожан в центре Ташкент-Сити. Представили руководителю страны архитектурные решения внутреннего интерьера здания конгресс-холла, который в ближайшей перспективе будет принимать высоких гостей. Потому, подчеркнул президент, каждый элемент должен быть продуман детально, так, чтобы в полной мере воплотить мощное современное развитие и богатейшие традиции Узбекистана. Орнаменты, цвета – все должно быть подобрано досконально. Здесь же, помимо презентаций Ташкент-Сити, представили президенту и другие перспективные проекты, призванные преобразить город в еще более динамичный мегаполис. Они реализуются совместно с зарубежными партнерами. Следующим адресом посещения президента стало пересечение улиц Чупонота и Буньоткор. Специалисты представили главе государства ряд проектов по строительству новых и реконструкции существующих мостов, путепроводов, транспортных развязок в Ташкенте. Цель одна – создать максимум условий для водителей, транспортных средств и пешеходов. Разгрузить, к примеру, трафик здесь, вблизи парка культуры и отдыха имени Гафура Гуляма и футбольного стадиона Буньоткор. Часто мероприятия в парке или матче создавали неудобства как для жителей города, так и гостей. Но с введением в строй пути провода все поменяется кардинально. Учлены все нюансы. Пешеходные переходы будут оснащены лифтами и эскалаторами для удобств жителей, в особенности представителей старшего поколения. Новые мосты должны быть качественными и надежными. Для этого важно ответственно подходить к работе, изучать международный опыт серии мостостроения, отметил президент. Протяженность данной развязки, подчеркнем, составит 676 метров. Высота – 8 метров. Ширина – 24,5. При проектировании особое внимание уделено системе освещения. Будут применены энергосберегающие фонари, отвечающие международным стандартам. На сегодняшний день на этом перекрестке поток приблизительно 9 тысяч за один час. После сдачи в эксплуатацию объекта этот поток увеличится до 16 тысяч в час. На объекте используется современная техника из Германии. К настоящему времени из 256 столбов установлено 234. Полностью забиты 276 призматических свай, а также установлены опорные столбы пешеходных переходов. Президент подчеркнул, все эти сооружения должны обеспечивать безопасность. Глава государства обратил внимание и на актуальность вопроса ремонта и эксплуатации мостов. Поручил организовать образовательные учреждения, в которых будут готовить соответствующих специалистов. То есть во всей работе целевой ориентир – будущее. Еще один не менее важный момент посещения президентом столицы связан прежде всего с тем, как на сегодня должностные лица решают накопившиеся за эти годы проблемы. Работают над повышением уровня жизненаселения, над тем, чтобы люди были довольны. Прежде чем начать анализ, остановимся на посещении руководителем страны Челанзарского района, где реализуется несколько проектов ОБАТ-Махаля. Согласно разработанной в этом году соответствующей программе, только в 11 районах Ташкента будут благоустроены по 2 в целом 22 махали. Из 51 махали Челанзара в данную программу вошли 2. Махаля, Хромуантепа – одна из них. За несколько дней до приезда главы государства здесь асфальтировали неровные разбитые дороги, благоустроили территорию вокруг многоэтажных жилых домов, зданий и улиц. В Махале проживает более 5000 жителей. Здесь сегодня есть все. В самом центре построили здание, где есть кабинеты для председателя Махали, консультантов и инспекторов профилактики. Есть комната отдыха для пожилых и ветеранов, библиотека, пункт приема оплаты за коммунальные услуги, детская площадка, фонтаны, спортивные сооружения. Президент пообщался здесь с активом Махали, интересовался их жизнью тем, что волнует и тревожит проблемами и их решением. Это был живой разговор о насущном. «Мы должны каждую Махалю сделать такой же благоустроенный, как село Манас в Джизаке. Главное во всех наших начинаниях и делах – это удовлетворенность жизнью людей», – сказал руководитель страны. В беседе с жителями Махали глава государства, говоря о важности и значении проводимых реформ в стране, подчеркнул, какие приоритетные задачи он возлагает на Махалю, подразумевая понятие благоустройства. А для этого нужно руководителям спускаться вниз, интересоваться жизнью простых людей, их требованиями и пожеланиями. Дал конкретные поручения по созданию достойных жизненных условий, организации работы для роста духовности и мировоззрения людей. Какой бы регион ни посещал президент, встречи и общения с простыми людьми, интерес к их жизни постоянно в особенном приоритете. Отдельное внимание всегда к детям. Посещение Челанзарского района совпало с Международным днём защиты детей. Челанзарского района При разговоре о роли района отдельный акцент сделан на том, что должно быть первостепенно. Это обеспечение людей жильём и работой. Необходимо обновить одну из улиц Челанзара, полностью изменить внешний облик и превратить её в образцовую для посещения жителями и гостями, зарубежными туристами. Здесь же руководителю каждого сектора были даны конкретные задания по кардинальному улучшению коммунальной службы 505-многоэтажных домов столицы. Приведение их в современный вид, изучив существующие проблемы. Президенту предоставили полную информацию о положении дел в районе, GPS-программах территории и благоустроенный город, дающих возможность вести контроль проводимой работы в режиме онлайн, наблюдать за деятельностью каждого сектора. При входе в неё будет сразу отображаться паспорт социально-экономическими показателями. Также в этой программе мы можем увидеть количество правонарушений, совершённых в Махалях. Информация об образовательных учреждениях, учителях, учениках, торговых центрах и рынках также будут отображаться здесь и обновляться в онлайн-режиме. И в самом деле порядок в каждом районе или городе начинается с благоустройства в Махале. А это во многом связано и с полноценной деятельностью Центра управления, активистами, комиссиями, инспектором профилактики и другими подразделениями. Сход граждан Махале Тарсак-Обат считается вторым местом в этом районе, включённым в программу ОБУАТ Махаля. Здесь расположены 9 жилых многоэтажек и 864 дворов. Среди более чем 5000 жителей много представителей различных национальностей. В настоящее время уже начаты работы по благоустройству и ремонту на 15 больших и маленьких улицах. На дорогах устанавливается современное светоосвещение. В соответствии будут приводиться и социальные объекты – школа, детский сад, поликлиника. Деятельность их и условия должны тоже отвечать современным требованиям. Отдельно остановился президент на масштабе проводимой работы и его качестве. Чихана, пекарня, торговые точки, пункты оказания сервиса и бытовых услуг, спортивные и детские площадки. И не только. Должно быть продумано всё до мельчайших деталей. Всё для людей. Самое главное – это комфорт и удобство для простого народа. В нашей Махале до недавнего времени не было ни дорог, ни тротуаров. Было много неудобств. Мы как-то даже привыкли к этому. И вот всего за один день столько изменений. Жители очень рады. Каждый всячески старался помочь. Вместе работали. Когда вокруг чисто и опрятно, и на душе легко. Знаете, когда мы видели по телевизору, каким отстроили село Манас, мы честно завидовали белой завистии, мечтали о том, чтобы и у нас тоже когда-нибудь произошли такие перемены. Думали, будут ли у нас такие асфальтированные дороги, несмотря на то, что мы живём в городе. Мы благодарны за всё, что делается сейчас для нас. Проводимая работа и сегодняшнее состояние дел в районе, да и в целом в Ташкенте, проанализировано на встрече с должностными лицами и активом столицы. Основное внимание социально-экономическому развитию города, улучшению жизненных условий людей, решению волнующих их проблемы вопросов скорейшей реализации перспективных проектов. Каждой задачей проблеме руководитель страны подошёл критически, анализируя детально факторы, мешающие для их разрешения и устранения. И здесь, сказал он, должны быть в первую очередь порядок и дисциплина. В решении требований сегодняшнего дня руководству районов столицы не хватает инициативности и самоотверженности. Практически ничего не делается и по привлечению инвестиций. Абсолютно не налажена работа с населением. Это доказывает и растущее количество жалоб и обращений, поступающих в народные приёмные президента. С сожалению, Шавкат Мирзиёев отметил и то, что достаточно проблем в развитии экономического сектора, создание новых рабочих мест за счёт дополнительных источников, образования и здравоохранения, коммунальной службе, подготовки к осенне-зимнему сезону, обеспечение питьевой водой, дренажной системе, строительстве дорог, рынках и многих других областях. Говоря об их решении, на каждого ответственного руководителя той или иной сферы возложены отдельно задачи. Работа, которая сегодня ведётся в сходах граждан Махалей, Хармуан-Тепаи и Тарсака-Буат Челанзарского района, на основе программы Абуат Махаля, должна быть реализована и в других районах. Посмотрите, как меняется мировоззрение, вера в завтрашний день у жителей села Манас и других мест республики, где внедряется в жизнь программа, сказал президент. Очень жаль, что наши ожидания здесь не оправдываются, не чувствуются никакие изменения в Ташкенте. «Столица должна быть всесторонней, примером другим территориям. А для этого руководитель каждой сферы должен относиться к своей работе с большой отдачей и преданностью. Только так мы достигнем поставленных перед нами целей. Но в настоящий момент я не могу дать положительную оценку деятельности ни одного руководителя», отметил глава государства. Что нужно сделать для решения проблем? Что мешает? Какая работа должна вестись прежде всего? С чего начать и как продолжить? На что обратить основное внимание? Как изменить ситуацию? На каждом вопросе президент остановился детально. Аналогичный подход и уже с практическим результатом ждут от руководителей, чья не только компетенция, а ответственность, прежде всего, решающий момент в наших общих задачах. Одним словом, подводя итоги, подчеркнем. Посещение президентом столицы определило новые перспективы для как экономического, так и социального развития. И цель всего, что делается одна – создание достойных жизненных условий для людей. И самое главное, уверен президент, найти тот сокровенный путь к сердцу, душе каждого человека. Наука гласит, ребенок до 5 лет формирует 70% всей информации, которую он получает в течение своей жизни. Факт, еще раз доказывающий, насколько важна деятельность системы дошкольного образования в жизни как отдельной личности, так и всего общества. Потому данному вопросу уделяется пристальное внимание. Сфера меняет подходы к собственной работе, опираясь на самый передовой опыт. По инициативе главы государства в стране образовано Министерство дошкольного образования. В ее полномочиях – организация современной инфраструктуры дошкольного воспитания, чтобы процессом был охвачен каждый ребенок. 1 июня в Избукстане отмечался Международный день защиты детей. Каждый детский садик в этот день получил подарки от Министерства дошкольного образования. И именно в этот день по всей стране открылось 90 новых дошкольных образовательных учреждений. Но а тот факт, что 62 из них – это негосударственные садики, подчеркивает значимость государственно-частного партнерства в этой сфере. На праздники открытия одного из новых объектов дошкольного образования побывала и наша съемочная группа. Репортаж из НУКУСА. Такие маленькие, а уже личности, каждый со своими мечтами, целями, талантами. Раскрыть потенциал, достойно воспитать, передать все самое лучшее – это задача государственной важности. И в ее решении особая роль отводится детским садам. Не раз президент отмечал, что есть огромная разница в развитии, в социальной активности между ребенком, посещавшим и не посещавшим дошкольные образовательные учреждения. Сфера всегда находится под личным контролем руководителя страны. По его инициативе было создано целое Министерство дошкольного образования. Внедряются лучшие методики преподавания. Крепнет материально-техническая база, растет охват детей садиками. Они ремонтируются старые, открывают двери новые, неся улыбки и радость. Но конечная цель другая – за проведенной работой желание исправить ситуацию. Ведь исследования и инвентаризация, проведенные профильным министерством, показали множество проблем в каждом уголке Узбекистана. Вот Каркал-Пакстан. И здесь в этом плане ситуация особая. 221 дошкольные образовательные учреждения посещают 53 тысячи детей. Вроде бы солидно, но это лишь 34% от общего числа. Всего же в возрасте от 3 до 7 лет 148 тысяч маленьких граждан. Оттого особый смысл приобретает этот 2018-й, который объявлен в Каркал-Пакстане годом дошкольного образования. И вдвойне радостное событие. В первый день лета для 150 детей в Нукосе зажглась своя звездочка. Это одна из первых звездочек в плане охватить системы дошкольного образования каждого ребенка. Чтобы эти дети получили свой подарок в срок, взрослые трудились почти месяц, не покладая рук. К работе подключились специалисты из Ташкента. Проект уникальный. Речь на этот раз шла не просто о капитальном ремонте здания, кстати, некогда бывшего детским садиком, а чтобы наполнить его звучанием современности в плане технологий и подходов к воспитанию детей. Здесь работают здоровоизберегающие технологии. Вы здесь видите, что очень необычный дизайн столов. То есть это столы называются модульные столы. Они могут перемещаться, могут делаться модуль круглый, когда педагогам нужно будет проводить какие-то занятия в кругу. Вы видите расположенные, будем говорить так, игровые зоны. Или опять же модули. Это называется создание предметно-развивающей среды. Потому что ребенок не будет в течение дня целый день сидеть за столом, как это было в предыдущей системе. Каждый ребенок сам выбирает для себя, что он сегодня хочет сделать. Может быть он пойдет играть в магазин, или пойдет играть в парикмахерскую. В этот момент воспитатель наблюдает и анализирует, как ведет себя ребенок. И фиксирует эти результаты в специальном дневнике наблюдений за ребенком. Этот садик нового образца не частной, государственной, социальной направленностью. А потому и за спонсорами дело не стояло. Работа пошла быстро. И все выполнили в лучшем свете. И дошкольное учреждение распахнуло свои двери для малообеспеченных детей, лишенных одного или даже обоих родителей. А еще детей с особыми потребностями. 50% детей получат бесплатный доступ в это дошкольное образовательное учреждение путем освобождения от родительского взноса. Я думаю, это хороший подарок. Это очень хорошее, по-моему, начало. И это показывает, насколько при хорошем и умелом руководстве каких успехов можно достичь в такой короткий срок. Так как мы знаем, что Министерство дошкольного образования было образовано только в прошлом году, в 2017 году. И к этому времени сейчас мы видим огромные достижения. И правительство Узбекистана поставило очень амбициозные цели. К 2031 году обеспечить 100% охват детей дошкольным образованием. И мы считаем, что это очень мудрое решение для страны, в которой большая часть населения является именно детьми. В некоторых исследованиях говорится, что различие достигает где-то в три раза больше успеха достигают дети в школе, если они посещали дошкольное образование. В Харакал-Быгстане этот год, 2018, будет годом дошкольного образования. Молодым министерством были обновлены под наш век не только требования к качеству и функционалу. Мебели, инвентаря, игрушек, но и сама методика работы с детьми. Распорядок дня, меню. А еще пересмотрена была и организация пространства. Это работа особого порядка. С новыми строящимися это понятно. Изначальная правильная планировка решает все, но здесь пришлось изрядно попотеть, чтобы получить такой результат. Объявление 2018 года в Харакал-Быгстане годом дошкольного образования это знак большого внимания со стороны президента, подрастающему поколению. Посмотрите на это здание. Оно совсем не похоже на обычный детский садик. Применены инновационные технологии, креативные решения, лучший зарубежный опыт. С гордостью могу сказать, что этот садик самый первый в Узбекистане нового образца. Здание этого садика не галерейного типа, как раньше, когда приходилось выходить на улицу, чтобы дойти до актового зала, например. Находится все в помещении. В холле организованы специальные стеллажи, чтобы сразу переобуться. Территория садика – чистая зона. Стены разукрашены картинками и аппликациями. Не просто для красоты. Говорят, такое решение в интерьере значительно снижает эффект высоких потолков, чтобы создать комфортную среду для ребенка. Впервые оснащены комнаты мягкой миниатюрной мебелью. Можно найти занятия по душе и даже в коридоре, по пути к универсальному залу. Здесь есть все условия для проведения разных торжеств и маленьких спортивных состязаний. Ну, конечно, сами комнаты. Вот такая уютная спальня, а еще уборная и большая игровая. В распоряжении каждой из групп по такие три комнаты. Почти как маленькая квартира. Еще одно принципиальное отличие этого садика от тех, что старого образца – здесь пищеблок отделен от основного здания. И кушать дети будут не как раньше, за своими столиками, где играют, а в специальной столовой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Также на открытом воздухе создана большая игровая площадка. Качели, карусели, горки. А под тентом места для проведения различных мастер-классов. Конечно, все в игровой форме, чтобы было не просто полезно, но и очень интересно. Организована здесь и футбольная площадка. К работе подключились организации. Каждый постарался привнести свое в общее дело. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По инициативе президента мы пропагандируем спорт с дошкольного возраста. Вот приехали известные спортсмены, чтобы эти дети старались быть похожими на них. Хотели стать чемпионами, стремились к самым высоким рубежам. Еще один проект в качестве пилотного применен здесь. Его автор – компания «Автотест». Для дошколят разработана площадка для знакомства с правилами дорожного движения. В рамках социального проекта «Автотест» и дошкольно-образовательные учреждения совместно с Министерством дошкольного образования Республики Узбекистан нами осуществлен проект по оснащению игровыми площадками по правилам дорожного движения в 12-й вилаятах Республики Каракалпакстан и в городе Ташкент. Для этого были выбраны 14 дошкольных образовательных учреждений, где нашей компании была оказана посильная помощь по организации такой площадки, которая полностью была нами оснащена соответствующим утварем, то есть дорожными знаками, велосипедами и иными средствами. В дальнейшем в рамках данного проекта со Министерством дошкольного образования мы планируем организацию таких площадок по всем дошкольным образовательным республике. Дефицит в детских садах, рост годами и годы нужны, чтобы с ним справиться. И первые шаги уже делаются. Только по Каракалпакстану в этом году планируется построить 6 новых. 18 отремонтировать, 27 реконструировать. И это, повторюсь, только первые шаги и только государственные детские садики. Солидные цифры по всему Уфбекистану. Только за один день 1 июня было открыто 90 дошкольных образовательных учреждений. Из них 28 государственных, 62 на основе государственно-частного партнерства. И еще всем детям подарили подарки от имени президента. Цветы, как люди, на добро щедры. И людям нежность отдавая, они цветут, сердца обогревая, как маленькие теплые костры. Эти сроки поэта раскрывают истинное значение цветов в жизни каждого из нас. Они как неиссякаемый источник вдохновения, символ жизни, красоты, добродетели. Цветочные аллеи, дороги, неповторимые пейзажи, волшебные переливы ярких красок. Трудно словами передать всю их палитру. Штрихи традиционного фестиваля цветов на мангане, объединившего любителей и мастеров своего дела на единой площадке фантазий и чудес. Цветы прославили на манган на весь мир. И это еще раз подтвердилось в ходе 58-го праздника. Состязание фантазий представил картеж украшенных автомобилей и другой техники, внесший особый колорит и ставший не только визитной карточкой, но и способом своеобразного объявления о начале торжеств. С этим организаторы не прогадали. Буквально все последовали за цветочной оранжереей на колесах в парк отдыха и культуры имени Захиридина Мухаммада Бабура. На торжественном открытии гости были ознакомлены с добрыми традициями праздника красоты посредством представленной театрализованной программы. В мире много того, что красиво, но такой красоты можно увидеть очень даже редко. Мы все поражены. Творческий подход, осуществленная колоссальная работа, и все это рождает вот такие нерукотворные произведения. В мире много тех, кто выращивает цветы, но столько видов собрать в одном месте, выводить новые сорта и так прекрасно все это подать. Это просто невероятно. Действительно красота очарует и поражает. Об этом говорили и туристы из Франции, специально прибывшие в Наманган, чтобы попасть на главные торжества теперь уже общеизвестного праздника. Эмоции зашкаливают, перебивая друг друга, они делятся ими со всеми вокруг. Я много путешествовала, но такое вижу впервые. Трудно представить, что вокруг столько прекрасного и все это живое. У местных жителей просто золотые руки, а еще они очень гостеприимны. Мы ознакомились не только с новыми сортами цветов, но и обычаями и традициями вашего народа. Еще один момент. Сегодня День матерей у нас, во Франции. И в том, что эти два замечательных праздника совпали, есть нечто символическое. Ведь и мать, и цветы являются началом всего прекрасного. Это лучший фестиваль, на котором я побывала. Мечтаю еще и еще приехать сюда, в Наманган, и посетить это мероприятие. Ретро-автомобили, пирамиды Древнего Египта, мифологические существа и многое другое. И это все из живых цветов. Словом, теперь в Намангане процветает и ландшафтный дизайн. По инициативе нашего президента была создана Ассоциация цветоводов, и каждый год мы ездим на стажировку в разные страны. В ходе поездки в Южную Корею и Голландию мы освоили новые методы развития ландшафтного дизайна. И на традиционном фестивале теперь представляем не только комнатные цветы, но и образцы различных поделок и живых цветов. Это очень радует особенно туристов. Еще одна отличительная черта этого фестиваля от предыдущих в том, что наряду с местными цветоводами свою продукцию представили и флористы из различных регионов, в частности из Андижана, Ферганы, Ташкента. То есть расширяется и география праздника цветов. Очень много экспозиций новых. Очень много новых цветов, которые мы даже вообще и не знали. И мы очень рады познакомиться с этими новыми видами и приобрести эти цветы. Сотни цветоводов и более двух миллионов цветов. Вот что составляет основу 58-го праздника. Об этом снимают фильм и наши зарубежные коллеги. Это просто фантастика. Я попал в сказку. Так могу охарактеризовать свои ощущения. Мы планировали снять фильм о жизни и быте местного населения. Но теперь видим, что один день в Намангане – это уже огромная история. Мы хотим рассказать о фестивале всему миру, в частности китайским зрителям. Мы гости из России и мы очень рады присутствовать на этом очередном празднике цветов. Потому что очень много видов цветов, очень много разных таких интересных интерьеров в виде цветов сделано. Я вижу, что из-за рубежа очень много приезжих демонстрируют свои цветы. Красота не только поражает, но и рождает новые идеи и инициативы. Члены делегации Челябинской области, ознакомившись с деятельностью Ассоциации цветоводов Намангана, задумались о проведении подобных мероприятий у себя на родине. Как отметили, для этого будут привлечены опытные наманганские цветоводы. Это была шикарная идея, которая сегодня родилась в процессе обсуждения. Мы сегодня прогулялись по городу. Это праздник цветов во всех. И напрямую, и образно, действительно, все ярко, красиво. Нам Челябинск точно не достает подобного уровня. Достаточно промышленный город. В какой-то мере меньше уделили внимания благоустройству. Мы видим, как это можно делать. Для нас это был бы очень колоссальный опыт. Мы очень рассчитываем на то, что эта идея обретет реальные очертания. И в 2021 году, когда будет Челябинский саммит Шоссе-Брикс, такой праздник состоится и будет основой, скажем так, развития нашего сотрудничества. Мероприятия очередной раз подтвердили, что праздник цветов служит еще и развитию туристического потенциала Намангана. А те, кто вносит весомую лепту в расширение данной отрасли, были отмечены на торжественном празднике, посвященном итогам 58-го фестиваля. Среди организаций, которые приняли активное участие и удостоились высоких отзывов у посетителей, победителям было объявлено областное предприятие электросетей. Лучшим цветоводом стал Мирзохид Холмирзаев. Победителям вручили главные призы праздника цветов – автомобили «Спарк». Были созданы дополнительные условия от специализированных лабораторий до площадей, которые выделяют нам под теплицы. Остается только рационально использовать эти возможности, и мы направим на это весь свой потенциал. Мир и согласие – растущее благосостояние народа. Вот что побуждает людей праздновать и радоваться, творить добро и красоту, жить и строить планы, которые имеют неразрывную связь с развитием общества и страны. Этому способствуют и создаваемые оптимальные условия для каждого, чья инициатива направлена на благо окружающих. Во время своего визита наш президент дал свои указания по развитию цветоводства. Был создан Центр цветоводов. И на сегодняшний день наманганские цветоводы повышают свой опыт в Нидерландах, Израиле, Южной Корее. Повысился и статус самого праздника, который стал международным. А дата проведения была перенесена с августа на весенние месяцы. Праздник цветов теперь имеет свои символы, логотип и гимн. И эти нововведения дали свои результаты. За неделю наш праздник посетили более 500 тысяч людей, более 300 иностранных туристов. Теперь мы планируем развивать цветоводство в качестве отдельной отрасли экономики на производственном уровне. Очередной праздник цветов еще раз показал высоту благих намерений наманганцев, которые всегда стремятся создавать красоту и делиться с окружающими самым лучшим. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Представители Восточного комитета экономики Германии и ее подразделения по Центральной Азии провели опрос среди немецких предпринимателей и компаний, ведущих свою деятельность в Узбекистане. По его итогам 84% респондентов ответили, что инвестиционный климат в нашей стране будет позитивным и в дальнейшем. 66% отметили значительный рост с прошлого года в развитии экономики и предпринимательской деятельности. Продолжим программу мнениями на этот счет других международных экспертов. Комментарии представителей экспертного сообщества на неделю охватили инициативу внешней политики руководства страны. Так, директор Института Центральной Азии и Кавказа при университете имени Джона Хопкинса Сванте Корнелл обращает внимание на инициативы региональной интеграции. Автор подчеркивает, что президент Шавкат Мерзиёев совершил неоднократные визиты во все соседние страны Центральной Азии для решения неурегулированных проблем и развития торговых отношений. Достигнуты результаты в упрощении процедур прохождения государственных границ, улучшения транспортной инфраструктуры на региональном уровне, широкого обсуждения экономических аспектов вопросов водного регулирования, открытия прямого авиасообщения между городами, столицами стран региона. Также отмечается, что Узбекистан проводит политику развития взаимодействия с ведущими державами мира, отстаивая свои национальные интересы и не жертвуя своим суверенитетом. Президент стремится превратить Узбекистан в более привлекательного международного партнера. Говоря о реформах, Ютта Эдхофер, руководитель рабочей группы Совета Европейского Союза по странам Восточной Европы и Центральной Азии, отмечает, что реализация динамичных преобразований гарантирует Узбекистану устойчивое развитие на долгосрочную перспективу. В Брюсселе внимательно следят за реализацией стратегии действий. В Узбекистане уже достигнуты результаты в таких сферах, как социальное обеспечение, улучшение бизнес-климата и инвестиционной привлекательности, защита прав и интересов человека. Реформы нацелены на улучшение жизни, в первую очередь, простых граждан Узбекистана. Узбекистан Узбекистан В целом всего региона такого мнения придерживается Пол Стронский, эксперт фонда Карнеги за международный мир. В частности, он обращает внимание на то, что Узбекистан уже успел инициировать реформы судов, органов безопасности и приступить к борьбе с коррупцией. И эти меры направлены на улучшение инвестиционного климата с надеждой на увеличение прямых иностранных инвестиций и торговли. Кроме того, Узбекистан помог реинтегрировать Афганистан в регион через торговые, энергетические и инфраструктурные связи, которые будут способствовать региональной стабильности. Стремление Шавката Мирзиёева к региональному сотрудничеству является решающим поворотным моментом для ранее фрагментированного и проблемного региона. Преобразование в сфере религиозного просвещения отмечается в статье, опубликованной Институтом Центральной Азии и Кавказа. Авторы пишут, в борьбе против радикализма и экстремизма Узбекистан занял жесткую и бескомпромиссную позицию, основываясь на учениях ханафитзма, который глубоко укоренился в обществе. Президент осуществляет политику в рамках модели умеренного ханафитского ислама и приступил к реализации идеи просвещенного ислама. В этих целях созданы Центр исламской цивилизации и Международные научные исследовательские центры. Этим самым Узбекистан закладывает основы важного направления для мусульманского мира в целом. Центральные азиатские соседи Узбекистана полностью поддержат эту модель ислама и будут продвигать ее посредством собственных конкретных действий. Быть инициативным и стремиться к новым достижениям. Черта, отличающая современный молодежь, которая демонстрирует свои способности во всех направлениях, в том числе и спорте. Сборная Узбекистана по боксу, успешно выступив на соревнованиях Кубка губернаторов в Санкт-Петербурге, завоевала 4 золотых по 3 серебряных и бронзовых медалей. Не менее успешно выступили наши спортсмены и на чемпионате Азии во Вьетнаме по тайквондо ВТФ. В копилке нашей команды две золотые, одна серебряная и пять бронзовых наград, с чем мы их и поздравляем. Верьте в свои силы и обязательно добьетесь успеха. Это все. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин